Меня зовут Альберт Сертета. Я родился в поселке Ярселе в 1981 году. Мое детство прошло почти все в тундре. Я до 7 лет жил в тундре с родителями, дедушкой, бабушкой. Потом пошел в школу. В 1988 году пошел в школу 0 класс. В 2000 году закончил школу и все лето ездил к бабушке, дедушке, к родителям на летние каникулы. В школе я любил заниматься спортом, национальным видом спорта занимался. Очень хорошее хобби у меня было. Я любил ремонтировать снегоходы. У меня был, считаю, что в интернате я жил. Потом по причинам мне пришлось уйти. Я учился из дома. У меня был снегоход. Я его собрал из старого металлома. И вот такое вот мое любимое было хобби. Я жил в то время по улице Мира. Это тогда были деревянные улицы. Самую первую улицу сделали улицы Мира. У нас всегда улица была самая чистая и находится на возвышенности, смотря по всем другим улицам. И она всегда была сухая в первую очередь. И, в общем, что мне нравится. Я всегда любил ходить в походы. Вот и мы всегда вечером, то есть это выходные ходили в походы. В 2005 году я закончил сельскохозяйственную академию по специальности экономика и управления. И поработал в управлении культуры молодежной политики. Потом перевелся в администрацию муниципального образования Ясалинское. То есть муниципальное образование Ямальский район. Там работал специалистом, начальником отдела. В общем, время шло. Все это время. Я решил потом поработать на себя. И в 2013 году я стал индивидуальным предпринимателем. И мне нравится моя работа. И заставляет мне удовольствие. Когда я начал работать, у меня не было собственного транспорта. Я купил треков и осуществляю пассажирские перевозки. Я люблю, не люблю на одном месте сидеть. Мне всегда надо движение. Вот я уже на сегодня поездил по тундре, уже на трекере. И в магазине тоже мне постоянно общение с народом, с населением. И эта работа, как сказать, доставлять продукты, это хорошее дело, я считаю. Я познакомился со своей любимой женой, когда я учился в Тюмени. И все. Потом я... Она у меня из Пуровского района. Я привез ее сюда. И на сегодня у меня три дочки. И старшая ходит в седьмой класс. Потом младшая уходит в четвертый класс. А недавно родилась у меня младшая дочка в Мае. В то время, когда я... Вот те годы, когда я учился в школе, у нас не было ни одного каменного дома. Ни одной улицы не было. Все было... Все деревянные улицы были. Лежневка деревянная. Деревянные тротуары. На сегодня уже все, уже полностью. Все. Ни одного практически нет каменного, то есть деревянного дома. Все... Все дороги хорошие. Ну, в общем, комфортно. Все изменилось. Появились новые детские площадки. А в то время у нас была... Здесь на улице Мира одна горка была. Но она была очень высокая. Три этажа была. Но там было вообще очень идеально. Вот сейчас появились парки, отдыха там. Ну, в общем, все идет к лучшему. С каждым годом все лучше и лучше становится в нашем поселке. Переменный поселок, конечно, каждым годом, как я почерпнул, что все новое и новое. Вот дорога объездные делают. Все. В общем, ну, у меня приезжают друзья из земли. Они говорят, у вас тут очень комфортно, как в городе. Не как поселок, а как целый город, как маленький город. Вот по себе, вот мое мнение, что на сегодня требуются перемены. Не хватает жилья. Нет жилья, нехватка жилья. На сегодня сам столкнулся. Негде купить жилья. Вот у меня оленеводы, да, вот в прошлом году не могли купить квартиру, потому что не строится пока почему-то, не знаю, может, в связи с коронавирусом. Я думаю, что чем больше жилья будет, тем лучше выбор будет. В нашем поселке это, наверное, город, это люди. Люди, которые приехали и здесь родились, не оставляют свой поселок безнадзорно. С каждым годом стараются все сделать лучше и лучше. В общем, поселок держится на людях наших. Я бы остался бы здесь, потому что я здесь родился, здесь моя земля, меня здесь тянет, я уже приду. Вот если бы я, вот звали на работу, там, на землю, там где-то, а там выехать на природу, это уже как праздник бывает. Один раз в месяц выезжаешь, а здесь все время-то в природе. И даже сам поселок в таком месте находится. Вот у меня дом на берегу, озеро стоит, у меня там каждый день свежий воздух здесь, всегда свежий, нет ни загазованности. В общем, здесь уютно и комфортно нашему поселку жить. Хочу пожелать нашему поселку процветания, чтобы он был, еще становился краше и краше, лучше. Людям пожелать здоровья, во всем тепло и мир нашему поселку и процветания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова